МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несколько дней назад, в мае, в городе Хабаровске был задрапирован памятник Ленину. Памятник отцу-основателя социального государства первого в мире был задрапирован именно перед парадом 9 мая. В связи с этим коммунисты Хабаровского края в лице первого секретаря Хабаровского краевого отделения Перевезенцева Петра Владимировича выпустили обращение, которое я сейчас вам зачитаю. Обращение комитета Хабаровского краевого отделения Коммунистической партии Российской Федерации о недопустимости драпировки памятника Владимиру Ильичу Ленина в день военного парада, посвященного 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Приближается 77-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник священен не только для русского народа, но и для всех народов, населяющих бывший Советский Союз. За победу над фашизмом заплатили самую высокую цену. Более 26 миллионов человек погибли от рук захватчиков. Десятилетиями народная память хранит образы Великой войны и чтит своих героев. Люди внимательно следят за событиями в мире и видят, что самое страшное зло – фашизм – вновь поднимает голову. Особенно тревожными выглядят события на Украине, где идеология Бандеры и Шухевича фактически возведена в ранг государственный. Преследование, избиение, убийство и другие методы террора активно используются националистами для укрепления своей власти. На советскую символику и коммунистическую идеологию наложен официальный запрет. Массово сносятся памятники эпохи СССР. Особенно поэтому особое недоумение вызывают неоднозначные решения, касающиеся памятников советской истории в современной России. Ведь многие из них тесно связаны с величайшими достижениями и победами поколений советских людей. Как бы кто ни относился к личности Владимира Ильича, он был основателем СССР, той самой страны, которая переломила хребет немецко-фашистским захватчикам и подняла свое знамя в логове нацизма. Вместе с тем тяжело видеть, как осуществляются попытки переписать историю и перечеркнуть достижения Ленина. В этом году, во время подготовки к празднованию Дня Победы, начали драпировку памятника Ленина на центральной площади столицы Хабаровского края. Мы глубоко убеждены, что подобные действия недопустимы. Для нас фигура Владимира Ильича священна и неприкосновенна. Ленин основал Всесоюзную Коммунистическую Партию Большевиков, под руководством которой советский народ одержал победу в Великой Отечественной войне. Именно он был первым председателем Совета Народных Комиссаров РСФСР и СССР, курировал наиболее важные экономические проекты, которые впоследствии стали основой для промышленного комплекса СССР. Этот комплекс позволил выстоять перед лицом самой страшной войны за всю историю человечества. К подножию мавзолея Владимира Ильича Ленина солдаты-победители бросили добытые в боях фашистские стяги, включая личный штандарт Гитлера. Мы осуждаем попытки размытия исторической памяти. Мы требуем не допустить проявлений антисоветизма в нашей стране. В ходе военного парада 9 мая в честь 77-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне площадь Ленина должна сохранить свой исторический облик. Наш гражданский и сыновний долг уважать идеалы советского народа-победителя, осознавать их роль в разгроме злобного врага, бережно относиться к своей истории и чувствам ветеранов Великой Отечественной войны. Стойте с дороги смеются. Или что будет, будут ремонтировать просто. Ленина. А, вон он. Понятно. Понятно. Ленина. Не долго будет длиться реконструкция. Ага. Понятно. Расскажите, кто разрешил эту драпировку? Говорили, что будет реставрация Говорили, что будет реставрация